На мой курс времена сейчас действует скидка 50%, ссылочку я оставлю в описании. Давайте мы с вами перейдем к еще одному типу вопроса, это у нас разделительный вопрос. Разделительный вопрос. Предложение разделено на две части. Итак, ты сегодня моешь посуду, не так ли? Ты сегодня не идешь в школу, не так ли? У тебя есть сестра, не так ли? Ты часто ездишь в Америку, не так ли? Итак, как же у нас образуется такое выражение, не так ли? Получается, первая часть вопроса у нас не будет составлять вопрос. У тебя есть сестра, это утверждение. Посмотрите, пожалуйста, как строится данное предложение, как обычное предложение, подлежащее сказуемой второстепенной члены предложения. Вопроса здесь нету, это повествование. Дальше ставим запятую, а дальше уже идет вопрос-переспрос, не так ли? Как его построить? Объясняю. Мы смотрим на глагол. You have a sister. Глагол have, это у нас не he, she, it, поэтому никаких окончаний s здесь нету. И для него вспомогательный глагол это глагол do. Поэтому после запятой мы ставим do, и мы должны поставить не do, а don't. Если у нас глагол стоит не в отрицании в первой части, то во второй части он должен стоять в отрицании. И наоборот, если первая часть предложения стоит в отрицании, к примеру, you don't have a sister, у тебя нету сестры, тогда после запятой будет стоять вспомогательный глагол do в повествовании. Давайте рассмотрим два предложения. Первое предложение. You have a sister, don't you? Еще раз напоминаю, что в первой части предложения нету вопроса, вопрос идет во второй части предложения. Мы смотрим на вспомогательный глагол, который стоял к слову have, это глагол do. У нас всего два варианта, do либо does. Does ставится к he, she, it, а у нас идет you have, поэтому вспомогательный глагол do. После запятой мы ставим его в противоположной форме. Получается, если have не было отрицания, то мы ставим после запятой don't, don't you. Сравним со вторым предложением. You don't have a sister. Опять-таки, первое предложение стоит в повествовании, просто это отрицательное повествование. Чтобы составить отрицание в английском языке во времени present simple, нужно поставить don't либо doesn't. В данном случае мы ставим слово don't. You don't have a sister. И после запятой мы опять-таки ставим вспомогательный глагол do, но уже в повествовательной форме, потому что первая часть предложения была отрицательной. Итак, do you, сравните эти два предложения. You have a sister, don't you? У тебя ведь есть сестра, не так ли? Oh, you don't have a sister, do you? У тебя ведь нет сестры, не так ли? Хорошо, посмотрите на эти два предложения, давайте мы сейчас сравним со следующими двумя предложениями. You live in America и you don't live in America. Первое предложение. Ты живешь в Америке, ты не живешь в Америке. You live in America, как бы вы сказали, не так ли? Don't you? То же самое у нас предложение. Live это у нас глагол без окончания s, поэтому вспомогательный глагол do. Раз live у нас повествовательная форма, значит после запятой будет отрицательная. Отрицательная именно вспомогательного глагола. Мы глагол live не повторяем. You live in America, don't you? И в отрицании давайте посмотрим. Ты ведь не живешь в Америке, не так ли? Ты ведь там путешествуешь, да? You don't live in America, do you? Итак, посмотрите, пожалуйста, на эти предложения. Сейчас мы будем с вами составлять как можно больше таких предложений и тренироваться. Перепишите в вашу тетрадочку. У тебя есть собака, не так ли? Давайте попробуем составить. Сначала вы попробуйте составить устно, а потом мы проверим себя. Правильный ответ. У тебя есть собака. You have a dog, don't you? Давайте в отрицании посмотрим. У тебя нет собаки, не так ли? You don't have a dog, do you? То есть, пожалуйста, еще раз напоминаю, что две части предложения должны стоять по-разному. Ну, если одна часть положительная, вторая отрицательная. Если первая часть отрицательная, вторая положительная. Ты водишь машину, не так ли? Ставим на паузу, пытаемся составить сами. Правильный ответ. У тебя есть друзья в Америке, не так ли? Переводим. Правильный ответ. You have friends in America, don't you? У тебя ведь нет друзей в Германии, не так ли? Ставим на паузу. You don't have friends in Germany, do you? Это вопрос-переспрос. Что делать, если у нас он, она, либо оно выполняет действие? Например, он живет в России, не так ли? Или он не живет в России, не так ли? Итак, он живет в России. He lives in Russia. Мы смотрим, что у нас lives, окончание s, потому что he, she, it. Мы ставим окончание s, мы это все с вами проходили. После запятой должен стать вспомогательный глагол. И в данном случае у слова lives вспомогательный глагол does. Но так как lives у нас стоит положительная форма, плюсик, то вторая должна стоять отрицательная. Итак, he lives in Russia. Doesn't he? То есть после слова doesn't уже стоит то местоимение, которое у нас было в начале. He lives in Russia, doesn't he? Вот если у нас вместо слова he будет стоять слово мой друг. My friend lives in Russia. То все равно мы ставим doesn't he? То есть мы не повторяем my friend. Мы любое подлежащее будем заменять местоимением. Я, ты, он, она, либо оно. Мы, вы, они. Friend lives in Russia. Doesn't he? В отрицании. My friend doesn't live in Russia. Does he? Посмотрите, пожалуйста, теперь на это предложение. Да, вначале кажется, что все очень сложно. На самом деле все очень просто, яйца выеденного не стоит. Главное просто сесть и разобраться. Итак, he doesn't live in Russia. Он не живет в России. Такие предложения мы составлять умеем. Это обычное отрицательное предложение. He, she, it при отрицании использует слово doesn't. И слово leave уже идет без окончания с, потому что окончание с стоит в слове doesn't. He doesn't live in Russia. После запятой что ставим? Повествовательную форму вспомогательного глагола does. Does he? И обязательно местоимение. Мы не говорим слово my friend. My friend doesn't live in Russia. Does he? Ну что ж, давайте мы с вами потренируемся на предложениях, которые мы с вами брали. Итак, ты любишь яйца на завтрак, не так ли? Правильный ответ. You like eggs for breakfast, don't you? Ты не любишь яйца, не так ли? Правильный ответ. You don't like eggs, do you? Она любит танцевать, не так ли? Правильный ответ. She likes to dance. Doesn't she? Она не любит танцевать, не так ли? Делайте письменно, если пока сложно устно. She doesn't like to dance. Does she? Он живет в большом доме, не так ли? Он не живет в большом доме, не так ли? He doesn't live in a big house. Does he? Ты просыпаешься рано утром. Ставим на паузу. You wake up early in the morning, не так ли? You wake up early in the morning, don't you? Ты ведь не просыпаешься рано утром, не так ли? Ты ведь не просыпаешься. You don't wake up early in the morning, do you? Вот, вы посмотрели кусочек из моего курса времена. Мы с вами берем все времена и тренируем, тренируем, тренируем говорение. Теперь вам больше не нужен репетитор. Вы можете заниматься вместе со мной где угодно, потому что вы можете скачать данные курсы. На курс действует скидка в 50% в течение всего месяца. Ссылочку я оставлю в описании. Давай заниматься вместе каждый день.